Ну а теперь я хочу вам показать кукляху, которую я ждала с особым трепетом. А вот и еще одна большая коробочка с долгожданными кукляхами. Маленькие мечтатели! Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Давненько я ничего не снимала, так как мне пришлось улететь по делам в другой город. А по приезду меня на почте ожидали посылочки с новыми куколками. Здесь будет много новинок и подписчики моего телеграм-канала и группы ВКонтакте уже знают, кто прячется внутри. Не буду вас томить, давайте уже начнем распаковку посылки. В этой коробке у меня лежат 4 куклы и их я заказывала у посредника ВКонтакте в группе Понночка Стор. Посредником я осталась очень довольна, меня приятно удивило, насколько трепетно она подошла к упаковке коробок с куклами. Каждая была завернута в плотный слой поролона и все пришло в идеальном состоянии. Хотя коробку на почте и умудрились помять. Всех эти кукол я заказывала не сразу, а в разное время и в разные месяцы. Кого-то удалось урвать по скидке, а кого-то по предзаказу. А потом я ждала, пока все заказанные мною куколки дойдут до посредника и попросила отправить их в общие посылки. Я так думаю, вы уже догадались, кто прячется в этой маленькой коробочке. Это яркая малышка Твинс из 3 серии. Я не могла ее не купить, ведь на нее была в тот момент хорошая скидка. Да и Твины нам с дочкой очень нравятся. Мне кажется, даже больше, чем у МГшки. Вы только посмотрите, насколько она яркая и красивая. Это сестричка малышки Клякса из серии Хейр Голлс. В этой серии, как и в прошлых, по 4 куколки. Но мне кажется, что Эмма Эмма из них самая интересная и выделяющаяся. Хотя мне еще и понравилась Хлоя Пеппер. Это мини-версия Джерри Холливолл из Спайс Герлс. А вот у этой кукляхи волосы состоят из мелких косичек. Еще у куколки мне понравились сережки-завитушки. Совсем как у Чилокс. Очень мне понравилась эта девочка. Мы обязательно ее распакуем в следующих видео и посмотрим поближе. Ну а прежде чем показать вам следующую свою куколку, хочу сообщить, что у нашего канала появилась страничка на Бусти. Где вы при желании можете оформить спонсорскую подписку и тем самым поддержать развитие канала. Каких-то эксклюзивных материалов там не будет. Но по крайней мере пока. Но одним из бонусов подписки будет ранний доступ к моим новым видео. Вы сможете посмотреть их на сутки раньше, чем на YouTube и Яндекс Дзен. А также в начале каждого ролика я буду выражать благодарность спонсорам канала. Поэтому если у вас есть возможность, а главное желание поддержать наш канал, ссылка на Бусти будет в описании под этим видео. Ну а теперь я хочу вам показать кукляху, которую я ждала с особым трепетом. Я захотела ее сразу, как только появились первые сливы в фото. Меня в группе Телекрам спрашивали, где я ее урвала. А урвала я ее по очень вкусной цене. С весом она мне обошлась в 3500. Я думаю, коллекционеры уже догадались, что это репродукция Монстер Хай 22 года. Куклы репродукции это повтор базового кукол Монстер Хай 2009 года. Тех самых, которые покорили сердца коллекционеров по всему миру. Кто-то из коллекционеров ругает новых кукол, говорит, что повтор у них ужасный, что они совсем не похожи на оригинал. Но мне это Фрэнки очень понравилось. Изначально я хотела приобрести Фрэнки, Лору и Лагуну. Мне удалось урвать Фрэнки, хотя я еще заплатила за Лагуну. Но посреднику, к сожалению, не удалось ее выкупить. Потому что в Америке их моментально расхватали. И на складе долго не было пополнения. Я очень расстроилась из-за Лагуны. Ну а Лору я просто не успела забронировать из-за разницы во времени. Когда у посредника был опубликован пост с выкупом, у меня было 4 утра. И их забронировали буквально за секунды. Можно было бы, конечно, приобрести этих кукол у других посредников. Они иногда появляются на выкупах, но цена за них от 6000 рублей. Меня, если честно, душит жаба отдавать больше 5000 за куклу. Еще учитывая то, что изначальная цена этих кукол была 25 долларов. Я даже пока ее ждала, думала, что не буду ее распаковывать. Особенно, когда увидела ценник этой куклы на Авито. Там цены на репродукцию начинаются от 10000 рублей. Но все-таки я тактильный человек. Мне хочется держать наших кукол в руках. Поэтому я все-таки ее распакую и сниму для вас подробный обзор. Кукла, конечно, невероятная. И вживую она почему-то смотрится и воспринимается совсем по-другому. В лучшую сторону. Следующая куколка. Ее не видно. Вот она. Снова малышка. И с этой куколкой связана очень интересная и немножко неприятная история. Обзор на эту куколку я обещала вам еще в феврале. И это не та первая кукла, которую я изначально ждала. А уже другая, перезаказанная мной у Поночки. Опять же, по хорошей скидке. Эту куклу мы с дочкой хотели давно. Как только она вышла. Ведь она очень похожа на Монлайт. Да и к тому же, дочка очень любит Японию и все, что с ней связано. Так что мы решили, надо брать. По поводу первой куклы, которая ко мне так и не приехала. Я заказала анимешницу в декабре по скидке. У посредника в группе цветочек. Ждать куклу обещали примерно полтора месяца. Но я ждала ее три месяца. И в итоге так и не получила. Начиная с января, у посредницы начались жесткие проблемы с таможней. Она через раз отвечала на мои сообщения, кормила завтраками, что кукла вот-вот уже почти приедет. Но в итоге все-таки мы с ней договорились и она вернула мне деньги. Благо я заказывала у нее только одну куклу. У меня все обошлось, но пострадавших от рук этой недобросовестной посредницы очень много. Поэтому заказывать у нее я вам настоятельно не рекомендую. Кукла-анимешница Милашка. Если бы не эта неприятная история, я бы не купила Голди Твист. Ведь я купила Голди только потому, что надеялась, что Ая ко мне уже едет. Но все так удачно сложилось, что я в итоге смогу снять для вас обзор на эту кукляху. У нее очень много интересных аксессуаров. И особенно мне очень нравится ее роза и беретик. Ну и последняя куколка в этой коробке тоже моя любимица. Я о ней говорила в своем телеграм-канале. Это куколка Рейнбоу Хай. Новенькая из четвертой серии. На самом деле в четвертой серии вышло много красивых и колоритных персонажей. У меня было аж две фаворитки. Но купила я в итоге одну, потому что вторая на живых фото меня разочаровала. И да, это очаровательная ромашка. Она же Делила Филдс. Или Делайла. По-моему все-таки Делила. Мне кажется, что это самая миловидная и очаровательная куколка из четвертой серии. Мне нравятся цвета, в которых выполнены ее наряды. И эта девочка в стиле кантри. Не знаю как вам, но мне она как будто бы набивает весенне-летнее настроение. В четвертой серии вышли шесть кукол. Я еще присматривалась к Лиле Ямамото. Она мне на промо понравилась. Но на живых фото мне очень не понравились ее малюсенькие брови. Я поняла, что это не мое. Но зато новыми красками для меня заиграла Индианочка. Возможно я разорюсь и приобрету ее в коллекцию. Замечательная девочка. Очки немножко мутные, но визуально глазки вроде вставлены ровно. Это частый косяк Делилы. У них, как правило, глаза смотрят в раскоряку. Мне прямо-таки уже не дербится ее распаковать и поскорее снять для вас обзор. Особенно мне нравится ее второй аутфит и босоножки с ромашками. А вот и еще одна большая коробочка с долгожданными кукляхами. Заказывала их уже у другого посредника, тоже ВКонтакте. Покупка была спонтанной. За месяц до моего дня рождения муж мне сделал подарок и оплатил вот этих вот куклях, которые там внутри. Я надеялась, что они доедут гораздо раньше, но ждать с Америки пришлось аж 2 месяца. И месяц доставки до меня. Сейчас у всех посредников такая долгая доставка. Не буду объяснить почему, ведь все мы прекрасно знаем почему. Мы уже с вами видим небольшой спойлер, по которому можно догадаться, кто лежит внутри. Та-дам! Мои долгожданные близняшки Шторм. Невероятные красотки. Очень их хотела, я прям горела ими. Но меня немножко расстроила сильно потрепанная коробка. Блистер, как видите, треснул и углы у коробки изрядно побитые. Очень жаль, потому что коробку я хотела сохранить. Визуально куклы вроде целые. Шикарные девочки. У них отпадный маникюр а-ля Росомаха. И просто невероятный радужный макияж. Единственное, что меня напугало, это странные синие пятна на бедре Наоми. Надеюсь, что я потом смогу их чем-нибудь стереть. Ну и в процессе транспортировки Наоми потеряла руку. Она осталась висеть на клатче. Мне, кстати, всегда было интересно, зачем внутри вот эти вот коробочки. Ведь все аксессуары и наряды уже надеты на кукол. Арт на заднике просто потрясающий. Я буду его вырезать, раз уж коробочку не удалось сохранить. И обязательно сохраню, поставив на полочку. И в этой же коробочке была очередная новиночка от Рейнбоу Хай. Это розовая дива Сабрина Санклауд. О них я вам рассказывала в своих новостных выпусках. Коробочка тоже, к сожалению, примялась. Невероятно красивая куколка. Как только я увидела ее первые промо-фото, то загорелась ее покупкой. Мне нравится в ней все. У нее два потрясающих наряда, выполненные в персиково-розовых тонах. И вы только посмотрите на это личико. Зеленые глазки и выглядят просто невероятно. Этот молд чем-то напомнил мне Шерилл, если не ошибаюсь. Тут же имеется набор с косметикой и роскошные туфли в стиле Мэри Джейн. Вот троица этих див. Золотая и серебряная мне как-то не приглянулись, поэтому приобретать их коллекцию я не планирую. Я также изначально думала над приобретением неоновой кошки. Ведь у Шэдоу Хай тоже вышла тройка крутых неоновых кукол. Но, судя по отзывам от коллекционеров, у Харли очень плохое качество волос, поэтому приобретать я ее передумала. Я очень рада, что приобрела Сабрину и, скорее всего, один из ее аутфитов отожмет себе Симона. Мне кажется, он ей очень пойдет. Ну и еще одна куколка, покупка которой тоже стала для меня спонтанной. Это Радушка или, скорее, Шадушка. Николь Стил. Я как-то говорила в обзоре с Хизер, что мне в линейке Шэдоу Хай понравилась еще и Николь. Но безумно не понравился ее спортивный стиль. Ники действительно невероятная девочка. У нее красивый глубокий взгляд и, мне кажется, она самая недооцененная куколка в этой серии. Как раз таки из-за своего аутфита. В запрещенной соцсети я видела много ее фото с переделанной прической и в других нарядах. Это, собственно, и подтолкнуло меня к ее приобретению. Да и вообще, мне кажется, что линейка Шэдоу Хай получилась очень интересной и необычной. Мне еще понравились в этой серии парнишка и Шанель. Вернее, аутфита Шанель. Но над их приобретением я пока думаю. На этом у меня все. Подписывайтесь на мои соцсети, чтобы не пропускать новые видео. Заходите в Телеграм. И можете ниже в комментариях написать, на каких кукол вы ждете обзор больше всего. Спасибо вам всем за просмотр и пока! Ставь лайк! И подпишись на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok